Всем привет! Недавно на рынок защищенных смартфонов ворвался новый красавчик от Oukitel под названием WP17. Этот смарт способен составить конкуренцию многим крутым защищенным смартфонам, а все из-за своих параметров. Дизайн новинки более чем красив для аппарата с защитой от пыли и влаги по стандартам IP68. В глаза бросается эргономичная текстура задней панели, массивный, но при этом стильный блок фотомодулей и расположенная в экране 16-мегапиксельная селфи-камера. Конечно, прорезиненные элементы для повышения прочности конструкции негативно повлияли на габариты корпуса и рамки дисплея, но такие моменты можно и простить Android-смартфону, так как защита от падения должна быть на высоте. 6,78-дюймовый IPS-экран выгодно выделяется на фоне аналогов за счет, внимание, частоты обновления изображения в 90 Гц и разрешение Full HD+, 1080 на 2400 пикселей. Да и честно сказать, 90 Гц я вижу впервые в подобных устройствах, и это очень круто. Вместе с хорошим запасом яркости и контрастности дисплей даст владельцу возможность комфортно работать почти при любом освещении. Почти. Потому что прямые лучи солнца, как и яркий солнечный свет, немножко снизят видимость, но это нормально. Решив купить смартфон Oukitel WP17, вы сможете работать с аппаратом без опасения за его целостность. Техническими характеристиками стали процессор MediaTek Helio G90, 8 ГБ ОЗУ и видеочип Mali G76. Данная связка не самая новая, зато проверенная и надежная. Это не отменяет ее достоинств в виде достойной и относительно неплохой энергоэффективности. По итогу пользователь сможет ознакомиться с наиболее требовательными играми при низких или средних пресетах графики, а огромный аккумулятор 8300 мАч на 2, а то и на 3 дня избавит от поисков розеток. Объем ОЗУ равен 128 ГБ, нехватку которых при необходимости компенсируется картами microSD. Блок камер не только стильный, но и может похвастаться основным модулем на 64 Мп и другими модулями на 20,2 Мп под представительством сенсора от OmniVision. При дневном освещении получение удачного кадра не составит значительного труда. Даже подвижные объекты получаются без смазов, сохраняется их детализация, да и цветопередача приближается к реальной. С ночными снимками ситуация сложная из-за появления многочисленных шумов. Поклонники качественного звука не найдут в устройстве как стереодинамиков, так и отдельного разъема для наушников. Зато список плюсов можно расширить бесконтактными платежами NFC и съемкой 4К видео. Таким образом, фанаты прочных мобильных помощников просто обязаны присмотреться к WP17. Премьера новинки состоится сегодня, 18 числа, и стоить она будет примерно в районе 200 долларов. Хотя, честно говоря, я думаю, что стоит новинка будет чуть подороже, хотя через неделю-две после презентации цену, уверен, поднимут. Так что, кому интересен смарт, то смотрите его по ссылке в описании. А я пока поищу больше информации про него и больше расскажу вам про него, про его возможности. Всем спасибо за лайки, подписки и пока-пока, будьте мне все здоровы и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok